Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире. Седьмая сессия второго созыва Национального собрания Западной Армении обсуждение предвыборных кампаний в махитарянной смысле сохранения армянской культуры. Ликийский некрополь древнего Таимуса. Эпископ Озбаград посетил Арцах, как армянский город был передан Турции. Греция предупреждает Турцию об ударе по Босфору. Лауреат Небулесской премии Ардзен Патапутян находится в Ереване. Следующим вопросом повестки дня седьмой сессии Национального собрания второго созыва была организация предвыборной кампании, вокруг которого состоялось обсуждение между председателем Энес Нелли Арутюня, президентом Западной Армении Армянаком Абрамяным и участвующими депутатами. Нелли Арутюня сообщила, что последняя в этом году сессия состоится в декабре 2022 года, после чего будет объявлен год предвыборной агитации до декабря 2023 года, в течение которого будет возможно вступить в ряды депутатов. Будет сформирована соответствующая комиссия, которая подсчитает число кандидатов, участвующих в выборах в декабре 2023 года. В этом контексте председатель Энес задал присутствующим следующие вопросы. Полностью выступление читайте на нашем официальном сайте. Основателем общины махитарянских отцов, которая сегодня насчитывает около 20 монахов, является махитар Сабастати. В настоящее время 21 монах является хранителем, учеником нескольких десятков тысяч произведений. Это настоящее сокровище, рассказывающее о жизни Евангелия и истории христианства на Ближнем Востоке Европы. Более 200 тысяч книг и более 5 тысяч рукописей бережно хранятся в библиотеке, в выполнении в город архитектурном стиле. В Ереване можно увидеть центр махитарян, расположенный на северо-востоке города, рядом с Ботаническим садом. Мы должны уделить больше внимания этим монархам, которые сами являются открытыми учебниками истории. Ставит ли их многочисленность под угрозу будущей общины? Для отца Эли, да, это правда, нас становится меньше, но есть основания, что мы не исчезнем в одну ночь. Нас окружает много друзей. Покинул монастырский комплекс махитарям в Ереване и, связавшись с объявленной работой, задача кажется сложной. Неожиданное не входит в их лексикон. Хранители армянской памяти и священных текстов продолжают свое служение. Они будут покорять новые горы, хотя с каждым поколением их будет все меньше. Готовится новое поколение. Они изучают монастырскую жизнь, профессию издателя. Это необычное явление. Полный материал читайте на нашем официальном сайте. Древний ликийский некрополь – это все, что осталось от древнего. Теймиуса расположена в восточной части порта современной деревни Учагис. Теймиуса, как и другие древние поселения в Антолическом регионе, входило в состав ликийской монархии. Согласно Геродоту, ликийцы происходят вскрыто и были последователями царя Царпедона, сына Зевса и Лаудами. Они были изгнаны Миносом и поселились на территории современной Анталии. У ликийцы был свой язык и уникальный алфавет. Об истории Теймиуса известно не так много. Читайте полный текст статьи на нашем официальном сайте. Построенный в VII веке монастырь Акопаван, который является резиденцией, католикосы сегодня находятся в разрушенном состоянии, как и многие наши монастыри. Фотографии из визита епископа Забаграда в Арцах были на официальном Тавужской епархии в Фейсбуке. Как отметили глава Тавужской арцах и епархии, епископ Забаград и Вартанес, состояние нашей церкви является прямым отражением нашей жизни. Восстановление Акопаванка и создание прилегающих инфраструктур может стать символами исторической новой жизни в Арцахе. Епископ Забаград и Вартанес сказал, давайте посмотрим на наш Арцах Нахичеван. Ничего не осталось, все разрушено. Сегодня наш город должен заключить договор с самим собой, что нам больше нечего отдать врагу. Если каждый человек примет такое четкое решение в себе, это станет национальным альянсом. Наше сердце с победой, и пусть она начнется снова, предстанет перед нами с восстановлением Акопаванка, сказал епископ Забаград. В результате русской и турецкой войны город Ардвин Запад на Армении был присоединен к Российской империи и стал частью вновь созданий Потомской области. До геноцида армян город был в основном заселен армянами. Кроме того, здесь было построено 11 армянских церковей. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Турция захватила большую часть Батумской и Карской областей, после чего под предлогом войны организовала резню армян в Ардвине, Аргагане, Ардануше и на других оккупированных территориях. Ардвин был захвачен турецкими войсками 3 марта 1918 года после подписания пресс-литовского договора между большевиками центральных держав. Город оставался под турецким контролем в течение очень короткого времени, пока Демократическая республика Грузия не взялась под свой контроль в конце марта 1918 года. После советской стабилизации Грузия и последующей оккупацией части территории турецкими войсками под командиром Мусы Казима Карабекира, Ардвин был передом Турции. Московские и Карские договоры подписаны в 1921 году между Большевицкой Россией и Турцией. Еще больше закрепили передачу этой территории Турции. Напомним, что 16 марта 1921 года Москве, Россия и Турция подписали договор о дружбе и братстве, согласно которому армянско-турецкая граница была определена против воли Армении. Истребители Рафаэль греческих военно-воздушных сил недавно приобретение у Франции готовы нанести удар по Босфору ракетам и со скальпом, если экскалация противостояния между Афинами и Анкарой достигнет последней точки. По словам греческого вице-адмирала в остановке Константинуса, рассматривает возможность уничтожения мостов через Босфор, что также приведет к полному закрытию пролива для прохода кораблей. Экспорты обращают внимание на то, что, несмотря на наличие турецких систем ПВО С-400, риск успешного удара крылатым ракетам остается очень высоким. Нобелевский лауреат-ученый Артем Потапутян находится в Ереване. Он примет участие в Днях науки и бизнеса в Ереване, мероприятие, которое пройдет 13-17 июня, примут участие также специалисты Диаспоры. Как президент компании «Синопсис Армения» Ерван Зорян, директор Центра креативных технологий Тумо Марилу Папазян, профессор Нью-Йоркского университета Григорий Дерлугян, профессор Армен Герлопян и другие. Цель мероприятия – показать связь между наукой и бизнесом, как эффективно использовать научные достижения бизнеса и сделать науку привлекательной среди молодежи. Артем Потапутян – молекулярный биолог, родился в Ливане, учился в Американском университете Байрута, в 1986 году переехал в США. А сейчас музыкальная часть – армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok